Коли кидаешь усе заради кохания. Ты посмотри, ну кому я такая нужна? А кто меня такую вообще полюбит? Чи не пожалкуешь? Боже мой, какой же ты козел! Да успокойся ты, они мне никто! И чи варто доверять интернет-знайом? Я потому и поверила, потому что писала, что внешность для него не имеет значения. Раиса Курочкина, продавщица магазину маленького провинційного містечка, разом зі своїм семирічним сином Федором приїхала в столицю до нареченого, із яким познайомилася за допомогою сайту знайомств. Да? Я Рая, мы приехали. Ну и что? Ну как же, Рая из Татеева, мы переписывались по интернету, вы меня замуж позвалили. Что? Как же? Ну вот же ж, адрес, Богдановская, Павел Иванов. Ну и? Ну так вот. Девушка, вас обманули. Может, я сокрою дядю? Феденька, что ж нам теперь делать, а? Что делать, что делать. Берите сумки и обратно домой. Да не могу я домой. Я квартиру на продажу уже выставила. Да и как я теперь вернусь после этого? Ну засмеют ведь. Никто ж не поверит, что обманул. Скажут, не понравилось и выгнал. Ладно. Пойдем. Побудете у меня, пока не решишь, что дальше делать. Нет, я не могу так. Ну не можешь, тогда сиди под дверью. Подождите. Ну давайте на одну ночь, хорошо? Феденька, давай. Пошли. Я понимала, что он не будет уговаривать меня остаться. Если я сейчас же не прийму предложение и не зайду в квартиру, то останусь с сыном просто на улице. Раисе было страшно приймать запрошение неведомого ей человека. Адже нарешті вона усвідомила, від имени Павла ей писав хтось інший. А я в другой комнате. На диване. Спасибо вам большое. И за что? Мне правда так неудобно, что так все получилось. Мы завтра обязательно уедем. Раиса боялась, что человек еще и одруженый, и вона спричинить у родины скандал. Но, как было видно, зумебливание квартиры, женщина тут и не пахла. Давай, спать будем. В тот момент я осознала весь ужас того, во что я вляпалась. Мне было больно и обидно. И для себя я решила, что больше никогда не буду даже пытаться устроить свою личную жизнь. Наступного ранку женщина хотела якось вдячити господарю оселі. Тож вырешила приготовить ему сніданок на власный смак. Доброе утро. Доброе. А я вам свежих котлет нажарила. В холодильнике кусок мяса нашла и нажарила. Надеюсь, вы не против? Я-то не против, но я по утрам только кофе пью. Ну, как же так? Даже не попробуйте. Возьмите, вкусные котлетки получились. Мы сегодня уедем. Вот сейчас дожарю, Федьку подниму и уедем. Да мне все равно. Как хотите. А можете дать телефон позвонить? Мне всего один звонок, я заплачу. Да, без проблем. Да, слушаю. Светлана Михайловна, здравствуйте. Это Рая Курочкина. О, Раечка, квартиру я уже продала. Все хорошо. Как продали? Так быстро. А нельзя квартиру вернуть, а деньги отдать? Нет. Продали мою квартиру. Слышал. Ну, не беспокойтесь, мы сейчас уедем. Котлеты дожарю, Федьку подниму и уедем. Я даже представить не могла, что все так обернется. Что мою квартиру так быстро продадут, и мы с Федей окажемся на улице. Но просить незнакомого мне человека остаться еще на пару дней, пока я что-то не придумаю, я тоже не могла. Феденька, сыночек, вставай, мы уезжаем. Температура, Феденька, у тебя болит что-нибудь? Дружочек, нам же ехать пора. Куда же я теперь с таким с тобой? Что-то случилось? Федя заболел. Я понимаю, что мы должны уехать, но как же ж, куда же я с ним таким теперь? Ну, я не знаю. Понятно. Мы собираемся, поезжаем. Не беспокойтесь. Да, перестань. Никуда вы не поедете. Лечим алого. Может, скорую вызвать? Вам правда не хлопотно будет? А скорую не нужно, я его сама всегда лечу. А как только он поправится, мы уедем, правда? Ну, может, лекарства какие? Скажи, я подруги куплю. Да нет, спасибо, не нужно. Как знаешь. Я очень переживала, что Паша не подумал, что мы все это нарочно подстроили, чтобы остаться. Ну, разве болезнь подстроишь? Да и Федька так горел, что мне уже было просто все равно, что он подумает. Женка сбила температуру синові, а потім вирішила шукати житло. Вона хотела темчасово зняти какую-нибудь комнату, а потім повернутися в рідное место и спробовать купить там новую квартиру. Здравствуйте. Привет. Ну что, решила все-таки остаться? У меня ребенок заболел. Думала уехать, но теперь не могу. А вы откуда знаете? Так я сестра Пашина. Живу в квартире рядом. Ну, он рассказал. Вы не беспокойтесь, мы обязательно уедем. Я вот сейчас бегу, может, квартиру снять у кого? А зачем тебе что-то искать? Живи у Пашки, места у него хватает. Да нет, спасибо, что и так пригорел. А то свалились, как снег на голову. Да будь то и проще. У Паши постоянно кто-то живет. То друзья, то продавец его точки на рынке. Это неудобно как-то. Ну, не хочешь так оставаться, сними комнату. Спасибо, но нет. Ну, как знаешь. Я предложила тебе вариант. Спасибо. У той день жінка квартиры так и не знайшла. Раиса не знала, что делать. Вертаться домой, или строить жизнь снова. Чекать допомоги ей не было, откуда. Здравствуйте. Привет. У меня компьютер заблечил, а мне срочно нужен интернет. А ты как? Нашла жилье? Пока нет. Но буду искать. Расскажи себе, Ра, замужем была? Да нет. Правда? А ребенок? Для себя родила. Ну, ты даешь. И что, не собираешься замуж? Нет. После того, что случилось. До сих пор не могу понять, как я могла подумать, что судьбу можно найти на сайте знакомств. Судьба, она должна сама найтись. Как в сказке. Ну, я в сказку не верю. И жениха своего тоже нашла на сайте. И не боишься, что он аферист? Как мой. Да нет. Он не такой. Юрист в крупной юридической компании. Серьезный человек. Я поздравляю. Но проверить все равно не мешает. Проверить? Конечно, не мешает. Давай мы ему позвоним. Давай. Позвони, пожалуйста, ты. Я так волнуюсь. Спроси юриста Сидоренко Олега Николаевича. Юридическая компания, слушаю вас. Алло. Здравствуйте. А у вас? Сидоренко Олег Николаевич. Сидоренко Олег Николаевич. Работает? Да, работает. Работает? Спасибо. До свидания. Значит, я выхожу замуж. Вот видишь, кто не рискует, тот не женится. На радостях Лора предложила мне сходить на юридическую консультацию к ее жениху. С квартирой-то надо было что-то делать. Но перед этим я должна была сделать одно дело. Раиса не полишила спроб сделать что-то для Павла. И затеяла прибирание в его холостяцкой оселле. И это была ее помилка. И что это? Уборка. Тебя кто-нибудь об этом просил? Да теперь ничего не найду. Так я все разложила по местам. Белье здесь, одежда, носки в ящике. Так, слушай. Место мое еще там, где я бросил. Ясно? И лишь на мне так удобно. Ну нельзя же так жить. Ну в квартиру зайти нельзя из-за хлама. Да я себя хотел бы убрать, я бы сам это сделал. Хорошо. Тогда я сейчас принесу все мешки с мусором, которые я отсюда вынесла. Ты куда? Он хочет, чтобы я вернула весь тот хлам, который здесь был. Ух ты, какая красота. Паш, ты что, чокнулся? Рая твою берлогу в порядок привела. Лично меня? Моя квартира полностью устраивает. Понятно? Пойдем, вот этого придурка. Садись. Может, чаю? Как бы я хотела скорее квартиру найти. Он же еле терпит меня. Спокойно. Это Игорь. Сосед сверху. Здрасте. Здрасте. Я... А я за солью. То есть, за сахаром у меня закончился. Мы это поняли. А это Рая. Она из Тетива. Остановилась у Паши. Очень приятно. А может, вместе чайку попьем? У меня пирог есть. Я сейчас бегаю. Жена испекла? Нет. Он их сам печет. Игорь не женат. А теперь иди домой. У нас есть печенье. А тебя кот заждался. Да. До свидания. До свидания. И тебе того же. Зачем ты с ним так грубо? Все нормально. Таких, как он, порублю в ведро. Не обращай внимания. Ну что, может, все-таки чайку? Давай. Мне было неудобно, что Лора так обошлась со своим соседом. Даже перехотелось делиться с ней тем, что накипело на душе. И вообще, все в столице казались мне такими грубыми и хамовитыми, что еще больше захотелось домой. Сбей давай. Я на секунду. Павел, можно с тобой поговорить? Ну? Я ищу комнату. Оставаться у тебя из-за твоей жалости я не могу. Может быть, ты сдашь нам угол? У тебя что, есть другие варианты? Так о чем мы говорим? Живи. Денег не надо. Я так не могу. Я не ищу. Ну, если ты такая принципиальная, значит, будешь платить. Спасибо. Не за что. Я ведь теперь на тебе буду деньги зарабатывать. И давай сразу же договоримся. Ваше пребывание здесь не должно мешать моей личной жизни. Завтра ко мне придет девушка. Придумай, куда можешь свалить на это время. Придумай, условия Паши, я должна была идти на компромисс. Осталось только поговорить с Лорой. Ну и, конечно же, это был не выход. Нужно было продолжать искать квартиру. Или возвращать свою. Наступного ранку Раиса пішла в юридичную консультацию. Женка все еще сподевалася повернуть свою квартиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Как можно попасть на консультацию к Сидоренко Олегу Николаевичу? Минуточку. Простите, но у нас нет такого. Как нету? А я же звонила. Сказали, что он здесь работает. Может быть, он новенький список не внесен, но я бы вам порекомендовала Максимову. Он очень толковый. Записывать вас? Ну, да. Я не знала относиться с подозрением к тому, что жене Хлора не числятся в компании или нет. Возможно, он действительно недавно устроился. Но в любом случае, я должна была сказать об этом Лоре. Повернувшись от юриста, Раиса не находила собі места. Женці Кортило скорейше розповісти все Лорі. Але Зізі не було вдома. Ой, а Павла нет. А я не к нему, я к вам. Ко мне? Хотел пригласить чайку попить, познакомиться поближе. Очень приятно, но я откажусь. Почему? Я так не могу. А вы не одна? Это мой сын, Федя. У вас есть ребенок? Да. А вам это не подходит? Почему же? Я люблю детей. А вы что, в разводе? Нет, я не была замужем. Вас это беспокоит? Да нет. Тяжело, наверное, одной. Ну почему же? У меня все хорошо. У меня есть сын. Так что нечего Бога гневить. Ну, я пойду. Да. А ты что здесь забыл? Сахарок понадобился. Я прочла твою записку. Что ты хотела? Ну, я пошел. Ты смотри, в психомом эти черти водятся. Ну, что она тебе хотела? Да так, чай попить. О, еще недавно мне предлагал. Пойдем. А насчет Игоря, он хоть и порядочный, но не для жизни. Инженер. Работа стабильная, но жизнь бедная. От зарплаты до зарплаты. Ни в деньгах счастья. Главное, чтобы человек был хороший. Ого. Все они хорошие. А ты на консультацию ходила? Ходила. Сделка купли-продажи считается законной. Брокер действовал от моего имени. Это тебе Олег все рассказал? Нет. Ты знаешь, я к нему не попала. Я об этом и хотела с тобой поговорить. Секретарша его вообще не знает. Сказала, или новенький, или вообще непонятно кто. Только такой у них не числятся. Ну, как это? Нам же сказали, есть у них такой. Ну, не знаю, может, напутали что-то. Ну, только как-то это все подозрительно. Думаю, просто что-то напутали. Я его сама обо всем расспрошу. Он сегодня ко мне в гости приходит. Правда? А я хотела у тебя сегодня побить пару часиков. Ну, ко мне прости нельзя. Я так в жизни замуж не выйду. Ты же меня понимаешь? Да, конечно. Извини. Я действительно понимала Лору. Но куда деваться с Ведей тоже не знала. Тащить его на улицу простуженного я не могла. Тож, когда Павло с девочкой пришел домой, Раиса и сыном все еще была в квартире. Ты не один? Ой, здрасте. Ты женат? У тебя есть ребенок? А ты гад! Рая! Я просил тебя уйти. Мне нужно было всего пару часов. Неужели так сложно понять? Да, но у Лоры сегодня жениха. А Федьке еще нельзя на улицу. Значит так. Завтра вечером ко мне приходит директор рынка. И от нашего разговора зависит мое будущее. И я прошу тебя, не испорь, пожалуйста, встречу, какая-то ты сделала сегодня. Хорошо. Мне было очень неприятно, что Павел накричал на меня, как на школьницу. Но мне пришлось все стерпеть, потому что в квартире я была на птичьих правах. Я решила загладить свою вину. Заходи, дорогой. Ну вот, так я и обитаю. Развивайся. Раиса відчувала провину перед Павлом, адже вона зипсувала ему побачення. То, чтобы загладить провину, решила влаштувати свято на честь важливого гостя. Накладывайте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, вы уже пришли. Надо поговорить. Что здесь происходит? Кто эти люди? Соседи. Стыблить. Ты что, не понимаешь человеческий язык? Зачем ты их привела? Да завтра же мы точку закроем. Да я хотела как лучше. Думала, человек в гости придет. Именно, в гости, а не на свадьбу. Разница, понимаешь? Что? Мне было обидно. Я так старалась, а он нагрубил меня. Я же хотела как лучше. Думала, если будут вдвоем, а вдруг поспорят. А в большом кругу и вопросы проще решать. Так, когда Павло с Раисой повернулися в комнату, они побачили дивную картину. Суворий директор рынка уже приеднався до застилля, и налаштованный був геть не ворожа. Я хочу выпить за наших хозяев, которые смогли угостить с того гостей и даже незваных гостей. Так, выпьем же за вас и за соседей, которые тут собрались. Как говорят в народе, хороший сосед лучше плохого родственника. Это тоже. За вас. Иди ко мне, дорогой, иди, я тебя обниму. Почему ты не сказал, что у тебя такая щедрая наша кавказская душа? Иди ко мне. Спасибо тебе за такой добрый, сладкий прием. Спасибо вам. Спасибо. За вас. Когда я увидела довольного директора рынка, у меня как камень из груди упал. Что я не подвела Пашу. И что все сделала правильно. Раин, ну, хватит уже. Присядь. Прости и спасибо. Если честно, даже не верил, что смогу с ним договориться. Очень сложный человек. А теперь он пообещал, что пока он директор, мне пальцы никто не тронет. Я рада. Как Федька? Спит уже? Да. Умаялся. Знаешь, мой сыночек для меня как спасение. Понимаешь? Чтобы не чувствовать себя одинокой. Чтобы было кого любить. А любить мне кроме него и некого. Родители умерли. А мужчину я так и не встретила. Ясно. Ладно. Подожди, чуть не забыла. Вот, возьми. Деньги за квартиру. Я почувствовала себя как-то странно, что раз от крови началась перед Пашей. Но в то же время было приятно, что между нами исчезла стена. Я подумала, что хоть пару дней поживу спокойно и пойму, что делать дальше. Но я ошиблась. Деньги за квартиру. Раиса Курочкина разом із сином приездить до своего интернет-нареченного. Та виявляється, что жінку обдурили. Павло її навіть не знает. Хтось писав від его имени. Жінка встигла продати свою квартиру. Человек жаліє Раису и запрошу пожить в нём. Вона видит, что заважает Павлове, но боится вернуться домой, потому что все смеются с ней. Раптом до Павла приходит его мать. Какие пробования ждут на Раису? Ой, здравствуйте. Здрасте. Я? Мать Павла. С какой стати ты оккупировала эту квартиру? И вообще, кто ты такая? Привет, мам. Как хорошо, что ты дома. Нужно поговорить, чтобы эта аферистка всё слышала. Она не аферистка. А ты откуда знаешь? Ты её проверял? Ма, я её не проверял и не собираюсь. Вот, смотрите. Ра, не надо. Ты смотри. Ты смотри. Только ради Бога не говори мне, что ты влюбился. Она же моя одногодка. Я уверена, ей 50. Да вы что? А ты молчи. С тобой вообще никто не разговаривает. Да ты посмотри на неё, посмотри. Да у нас дворничиха одевается лучше, чем она. До свидания, мама. Хорошо. Но если ты думаешь, что я всё вот так вот оставлю, ты ошибаешься. Извини. Такая у меня мама. У меня и такой нету. Почему ты просто не сказал ей, что я снимаю у тебя комнату? Да и то временно. Да достала уже постоянно делать то, что она хочет. И, кстати, заметь, она из забитого села. Даже не из райцентра, как ты. Правда? Она ведёт себя, как будто родилась в Киеве. Угу. Я не ожидала, что Паша отстоит меня перед матерью. Но её слова, что мне 50, и я выгляжу, как дворничиха, попали мне в самое сердце. Раиса сприйняла образу, как настанову. Наступного ранку в жінке уже была новая зачиска. Ну ты сумасшедшая. Слушай, сама ешь шерсткие личинки, и вы прекрати пичкать всякой гадостью. Угу. Ну всё. На созвоне. Слушай, ты похожа на нетронную бомбу. Правда? А я такое у одной артистки видела. Ну не знаю. Возможно, артистке и было хорошо, но тебе надо пойти помыть голову, поверь. Да, с Олегом я говорила, он действительно в компанию пришёл недавно, но в следующий раз можешь спокойно идти к нему. Смотри, какая красивая. И написано юрист. А я думаю, уже не понадобится. Проще за деньги от продажи квартиры новую взять. А то всё на суды потрачу. Ну да. Ты, а чё так рано? Так получилось. А тебя что, на карнелла пригласили? Да нет. Парикмахер неудачный попался. Угу. Понятно. Слышь, я сегодня подругу вечером приведу, так ты это, сходи куда-нибудь с Федей, так договаривались. Только не так, а в прошлый раз. Хорошо? Ладно. Я не знаю почему, но мне стало так обидно, что я такая неудачница, что захотелось съехать отсюда и забыть всю эту дуракскую историю. Я стала искать новое жильё, но это оказалось не так просто. И поэтому всё, что мне оставалось, это смириться и подчиниться. «Скорей». Я ужасно голодная. Ты какой-то странный сегодня. Мне показалось, кран, она не закрыла. Так что, поедим? Нет, зачем задел Party, очень сумасшедший. Давай. Тихо, когда оваливались. Мам, дядя Паша сказал, что ванная вода чечет. Давай проверим. Нет, пойдем. Нет, давай проверим. Федя! Рая, я не понял. Ты же обещал. Дядя Паша, с водой все нормально. Ну как мы могли уйти, если ты закрыл нас в квартире? Ну не через окно же. Это кто? Это твоя жена? Вы в разводе, и вы вместе живете? Боже мой, какой же ты козел! Да успокойся ты, они мне никто! Квартиран! Не трогай меня, пошел ты, понял? Извините, пожалуйста, я не знала, что вы есть. И что мне теперь делать? У монахи податься? Или за тобой начинать ухаживать? Я тебе сама этого не позволю. Засмучена Раиса пішла до Лоры. Того дня вона не хотела залишатися с Павлом под одним дахом. А ключи забрал. Тебе надо завести мобильный телефон. Позвонила бы, я бы вас выпустила. Ну хватит уже. Все нормально. Ну, накричал на тебя Пашка. Так он постоянно такой. Да ну при чем здесь он? И так устал. Мне так надоело быть одной. Я потому и поверила тому сайта. Потому что писал, что внешность для него не имеет значения. Понимаешь? Успокойся. Ты добрая, ты хорошая. Ну, ты посмотри, ну кому я такая нужна? А кто меня такую вообще полюбит? У тебя золотое сердце. Я уверена, еще найдется такой человек, который тебя полюбит. А знаешь, что твоя мама сказала? Что я как она выгляжу на все пятьдесят. Моей маме вообще шестьдесят. И не стоит слушать то, что она говорит. И если честно, мне очень жаль, что мой брат не видит, какое сокровище находится рядом с ним. Он вообще ничего не видит. Посмотри, как он живет. Ну да. Ты знаешь, я хотела у него ремонт сделать. Как думаешь, если бы ему об этом сказать? Согласиться? Ну, ремонт больная тема. Пашка, он не неряха, не думай. Да и квартиру эту купил, чтобы со мной рядом быть. До сих пор думает, что за мной присматривать нужно. А квартирка убитая совсем. Ну так вот, я и могла бы помочь. Да мы с матерью уже пытались ему на ремонт сподвигнуть. Так он на пушечный выстрел не подпускает. Сложный он у нас. Видишь ли, это его территория. И хозяйничать ни у кого нет права. Ну так что ж теперь жить в таком бардаке? Знаешь, надо тайком сделать. Без предупреждения. Он побесится, а потом благодарить станет. Давай я попробую. Я знала, что снимаю жилье у Паши временно. Но все равно решила навести порядок. Мне нужно было чем-то заняться, чтобы успокоить нервы. К тому же я беспорядок хронически не переношу. А тут еще и сосед вызвался помочь. Ну как, смотри, нормально будет? Подержи. Ну ничего, так свеженький. Хорошо будет смотреться. Это что? Я решила сделать ремонт. Ах, вот оно что. А ну быстро выноси все отсюда. Ты меня спросила? Не кричи на меня. Как можно вообще жить в этой конюшне? Ты посмотри на эти обои. А потолки? Другой бы спасибо сказал на твоем месте. Права была Лора. Ах, Лора, вот все. Хорошо, сейчас и сделаем. О, я не могу больше. Лора! Какого черта суешь свой нос куда не надо? А хотите, я сейчас пойду и набью ему морду? Не надо. Я давно мечтал это сделать. Пожалуйста, Игорь, у меня и так проблемы. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Игорь, не надо! Я была в шоке от того, что Игорь решил отомстить за меня. Только этого мне еще не хватало. Я боялась, что Паша рассердится и после этого вообще нас сведей на улицу выставит. Живу, как хочу. Моя квартира делает, что делает. До чего призведет бийка человеков? Что будет и с Раисой, и ее сыном? Живу, как хочу. Моя квартира делает, что делает. Прекратите! Перестаньте, ребята! Игорь! Не троять меня, он не должен обижать такую женщину, как вы! Игорь, прекрати, слышишь? Паша, сколько можно? Да я убриняю, придурка! Сам ты придурок. Не думала, что Игорь может быть таким злым. Ты будешь на него смотреть, или аптечку принесешь? У меня нет. Я видела, сейчас принесу. Не понимаю, чего ты взбесился. Человек делает тебе добро. Мне бы кто ремонт сделал. Ну, а пускай тебе и делает. Меня и так все устраивает. Если ты не разрешишь делать ремонт Раи, я сделаю его сама. Ты же лучше ты, чем она. Какой у нее вкус? Она даже себя прилично одеть не может. А какая у нее одежда? Где она только одевается, чучело. Я аптечку принесла. Мы с тобой сейчас же идем по магазинам. И в салон красоты. Не хочу. Вы что, сговорились? Один уперся, другая достали. Собирайся, и сейчас же пойдем. Никуда я не пойду. Ни одежда красит человека. Ну, кто тебе такую глупость сказал? Я ужасно не хотела больше никуда идти. Не хотела никаких экспериментов. Но Лора почти силой заставила меня это сделать. Так, Федь, давай еще ложечку. Так, хорошо. Привет. Привет. Я накормил его. Он кушать просил. Знаешь, если честно, впервые сварил кашу. Но, по-моему, получилось неплохо. Федя почти всю тарелку съел. Тебе понравилось? Да. А ты сможешь такую кашу сварить? Ну, я попробую. Спасибо, Паша. Рай, ты извини, я не должен был на тебя накричать. А я должна была предупредить. И еще, знаешь что? Я тут тебе галстук купила. Я в кино такое видела. Нравится? Спасибо. Добрый вечер. Добрый. Павлик, почему эта женщина еще здесь? Отмылась, причесалась и думает, что это ей поможет закомутать моего сына. Мам, перестань. Вы мне никто, и я не позволю так с собой разговаривать. Тебя не спросили, колхозница. Мама, ты сама из села. Забыла? Да. И ты так разговариваешь с матерью? Значит так, мама. Мы, я и Рая, сегодня идем в ресторан. Мы уже собираемся. До свидания, мама. Лучше бы я умерла, чем услышала такое. О, Боже. Я вначале решила, что Паша пошутил про этот ресторан. Но нет. Он действительно меня туда повел. Впервые в жизни. Вирушаючи на побачение, Раиса хвилювалась. И, как выявилось, недармо. А туалет здесь где? Туалет там. Я пока столик займу. Хорошо. Добрый вечер. Спасибо. Прошу вас в меню. Может, сразу что-то закажете? Я посмотрю, спасибо. Я буквально на секундочку отойду. Там, ну, товарищи. Окей. Супу кормить. Здорово. Здорово. Отличный галстук. Привет из 70-х. Не твоего ума дело. Ты не в настроении? Ищешь кого-то? Девушку. Топчется там одна ухода, но явно не твой вариант. Рая. Да ты че, чувак? Ты посмотри на нее. Может, тебе своих подогнать? Хоть сейчас скажи. Да пошел ты. Ну ты че, чувак? Рая, хоть ты пропала, думала, ты потерялась. Идем отсюда. Мне здесь не нравится. Пойдем. Слушай, давай пойдем в какое-нибудь другое место посидим. А давай лучше прогуляем по городу. А то я в столице жила и ничего не видела. Пошли. Я всегда мечтала в Киев попасть. Это был самый лучший вечер в моей жизни. Я даже не помню, была ли раньше когда-то так счастлива. Я даже забыла, что раньше все время ссорилась с Пашей. Раиса ледь дочекалася ранку, чтобы все рассказать сестре Павла. Вона была впевнена, что Лора порадіє за нею. Та виявилося, что женщине не до того. Лорка, знаешь... Ой, а что-то случилось? Он меня обманул. Никакой у нее юрист. Электрик в этой компании. Альфонс, представляешь? Я звонила подруге. Ее жених и моет один и тот же человек. Кошмар. Вам кого? Лорочку. А вы кто? Рыбка. Знаешь что, вали-ка ты отсюда. Я не понял, Лорочка, а кто эта женщина? Она мне хамит, ты слышала? Я сказала, пошел отсюда вон. Лорочка, она меня сейчас убьет. Кто вас учил, как разговаривать с порядочными людьми? Ты тупая отсюда. Да ты не знаешь, кто я. Да где-то здесь не было. Что здесь происходит? Будьте свидетелем. Вот это меня хотело убить. А теперь я это так не оставлю. Я еще вернусь. Слышишь, вернусь. Лора, что здесь происходит? Это же слишком. Ты видела, что она сделала? Вот точно так же она поступит с твоим братом. Она вышвырнет его из квартиры, он не успеет оглянуть. Мама! Ну ты же ничего не знаешь. На твоем месте я бы радовалась, что в жизни Пашки появилась такая женщина, как Рая. Таких сегодня мало. Ну он, как и ты, видит только то, что блестит. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Может, сам прикидывается? Знаю. Потому что я сама ее нашла. И это я устроила так, что она приехала к Паше. Какое важное решение ухвалит Раиса? Раиса собирается замуж за своего интернет-нареченного Павла. Она продает свою квартиру и приезжает до него в столицу. И выясняется, что женщину ошукали. Павло не знает ее. Человек жаляет Раису и предложит пожить в него. Женка начинает дружить с сестрой Павла. Он запрошает Раису на встречу. Лариса зазнается, что это она обдурила Раису и писала от имени брата. Какое важное решение ухвалит Раиса? Испортить ее каким-то малолетним стервам. Ну это же подло! Ты же испортила мне жизнь! Ну прости! Я думала, у меня все получится. Рая! Не смей ее уговаривать! Слышишь? Мне трудно сказать, что творилось в моей душе в тот момент. Как будто рухнул весь мир. Рая! Ну прекрати, пожалуйста, не уезжай. Я же хотела как лучше. Что? Я впервые в жизни поверила человеку. Все бросила и приехала к нему. А для тебя это была просто шутка. Я себя по смешищам выставила перед всем городом. И это все стало твоего эксперимента? Федя, собирайся, мы уезжаем. Я не хочу. Феденька, нам надо ехать, понимаешь? Собирайся. Почему? Мне здесь нравится. И дядя Паша хороший. Он мой папа? Нет. Рая, ну прости меня. Федя, собирайся быстрее. Больше всего я хотела уйти из этого дома. Почему нам собираться? Больше никогда в него не возвращаться. Идем, Федька. А то опоздаем. Рая? Федя, вы что, уезжаете? Да. Рая, вы очень хорошая женщина. Я вас очень прошу, не уезжайте. Поживите у меня. Я уверен, со временем я вам тоже понравлюсь. Не думаю, Игорь. До свидания. Пойдем, Федь. И мой вам совет. Присмотритесь к Лоре. Я представить не могла, что в моей жизни будет момент, когда кто-то почти признается мне в любви. Как это сделал Игорь. Но почему-то в тот момент меня это совсем не радовало. Опинившись на улице, Рая не вважала за правильно поневерятися с дитиною по кутках. И знайшла в себе мощность повернутися в родное место. А где мы жить будем? В магазине, если разрешат. Помнишь, там кладовка есть. Приберемся, обустроимся. Все будет хорошо. А потом новую квартиру купим. А ты хочешь домой? Трудно сказать. Над нами там смеяться будут. Почему? Потому что я ошиблась. Я тоже ошибся, когда одно желание загадал. Ты тоже надо мной смеяться будешь? Нет, конечно. А что за желание? Потом скажу. Я за вами. Чего ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Зачем ты приехал? Тоже посмеяться. Знаешь что? Да я с ума не сошел, когда увидел пустую квартиру. Все равно не понимаю, зачем ты приехал? Ну, если честно, вчерашний вечер я ходил как чумной. Думал тебя постоянно. Со мной никогда такого не было. А когда узнал, что... В общем, я не хочу, чтобы ты уезжал от своей детьей. Это тебе. Спасибо. Ну что, Федь, пойдем домой? Да. Пойдем. Ну что, пойдем? Очень скоро мы с Пашей поженились. И это действительно была судьба, что Лора свела нас вместе. Это даже Паша понял. А Лора сейчас встречается с Игорем. И уже не считает его мужчиной по рублю ведро. А наоборот, человеком, с которым ничего не страшно. Субтитры сделал DimaTorzok